Музейная ночь и биеннале – визитная карточка музейного центра. О них знают далеко за пределами нашего края. Именно это место является центром массового современного краевого искусства. 25 последних лет комплексом руководит Михаил Шубский. Новость о его уходе для коллектива стала неожиданностью. Сотрудники даже написали письмо президенту с просьбой оставить Шубского в должности. Мы за работу музея полноценную. Сейчас действительно много проектов. Музей находится на такой творческой, очень высокой позиции. И поэтому, как говорится, коней на переправе не меняют. Если уже и уходит человек, то это должна достойная, конкурентная, способная быть кандидатура. Кандидатуру нам не озвучили, поэтому мы вот, собственно, так и отреагировали очень резко. В письме работники музейного центра кадровые перестановки называют экспериментом, утверждая, что такие перемены могут сорвать крупные музейные мероприятия. Сам нынешний руководитель Михаил Шубский сегодня говорит о том, что не готов уйти, пока ему не будет понятна дальнейшая судьба музейного комплекса. Я знаю, что есть петиция, я прочитал комментарии, благодарен всем, кто участвует в нашей судьбе. Поэтому спасибо всем. Среди деятелей культуры и искусства мнения об этой ситуации разделились. Одни считают, что менять руководство – это нормальная практика, другие выступают против такой инициативы. Заслуг Михаила Павловича никто не отменял. Да, у нас очень изменился музей с его приходом, концепция. Мы сумели этот музей сохранить и перевести его из консервативного русла музея Ленина в музей, в центр современного искусства. Но, тем не менее, директор – это, прежде всего, эффективная организационно-хозяйственная деятельность. Даже несмотря на то, что эта структура – музей, творческая. Поэтому кураторы могут подбираться творческие, должны быть, да, а директор все-таки должен управлять хозяйственной деятельностью. И я просто не вижу никакого страшного повода в том, чтобы сменить человека. На мой взгляд, Михаил Павлович является профессионалом своего дела и находится именно на своем месте. Мы не один проект провели на площадке КИЦ и абсолютно доволен остался нашим сотрудничеством. И вообще человек знает и болеет своим делом. Верю в то, что Министерство культуры Краснодарского края примет все-таки грамотное решение, уважая знаковость личности Михаила Павловича Шубского. Но надо не забывать такую поговорку, что мы уважаем прошлое, но смотрим в будущее. И хотелось бы, что вот эти две составляющие все-таки для такого музея, который прославлен не только в Красноярске, но и в России, чтобы это было. Официальный комментарий сегодня дала и министр культуры края Елена Мироненко. По ее словам, совсем скоро жители края узнают, кого назначили на должность директора Красноярского музейного центра. Процесс запущен. В пятницу у нас с Михаилом Павловичем состоялась рабочая личная встреча, в ходе которой Михаил Павлович озвучил, что давно готов к уходу. На данный момент мы рассматриваем варианты кандидатур. И бесспорно хотелось бы отметить, что Михаил Павлович Шубский является высоким профессионалом своего дела. Но нужно учитывать, что ему исполнилось уже 65 лет, и обновление кадрового состава является абсолютно нормальным явлением для, в общем-то, мировой музейной практики. Тем не менее, я рассчитываю, надеюсь на то, что Михаил Павлович останется в отрасли, но уже в ином качестве. Список кандидатур специалистов, которые могут занять кресло директора музея, не разглашают. И пока понятно одно – это только начало перемен. Сергей Сеславин, Дина Володина, Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников. Новости.